Шок и возмущение и требование пересчета. Именно так можно описать этот отопительный сезон по новым тарифам. А его результат – снежный ком долгов. Суммы более чем впечатляют. Так, долги жителей за коммуналку больше 23 миллиардов гривен. Уровень проплаты снизился в несколько раз. Ну, людям просто нечем платить, а субсидии полагаются не всем. Кроме того, государство не выплачивает дотации теплопоставщикам за субсидиантов. Результат – растет задолженность предприятий перед нафтогазом. Сейчас это 32 миллиарда гривен. О тарифном ИГИ этой зимы – Павлина Василенко. Новый месяц – новые рекорды в платежках. Откуда взялись уже эти 17 тысяч гривен? Установить квартирный счетчик Любовь решила после того, как получила квитанцию за ноябрь. За ее небольшую квартиру насчитали почти 8 тысяч гривен. Теперь по счетчику платят в десятки раз меньше. Но поставщик тепла и дальше шлет письма счастья с космическими суммами и угрозами. На ваше майно, в том числе квартиру, будет накладен арешт, после чего его вылучить и промыслово реализовать. Это уже 17 тысяч 948. Любовь решила заплатить за отопление, исходя из средних показаний квартирного счетчика, и требовать перерасчета. Вот получается 800 гривен – это за два месяца квартира потребила тепла. Но не 17 тысяч. Я совершенно не собираюсь платить ту сумму, которую они мне написали. Если в следующем месяце они мне захотят написать 34 тысячи, например, то что, я тоже должна буду это платить? А этот дом с октября полностью отказался платить за отопление именно потому, что счетчика нет. Его украли из подвала еще в августе, а новый до сих пор не установили. Плату за тепло считают по среднекиевским показателям. И это жильцов не устраивает. В сравнении с 8 тысячами, да, 2 500 вроде как еще и, ну, божеская сумма. Хотя, я же говорю, если бы был счетчик, это была бы сумма там в полторы тысячи гривен, в тысячу триста. Много ли не платят? Ну, вы же знаете, какая сумма неплатежей по стране и по тому же Киеву. Это что называется? Это называется тихая забастовка. Киевэнерго говорят, жители столицы обрастают долгами. Сейчас горожане задолжали только за отопление 2 миллиарда гривен. И реструктуризировать долг люди не спешат. За все время с просьбы о рассрочке обратилось меньше тысячи человек. Основная масса людей просто не платит. Или платит частично. То есть люди, многие пошли по пути, что вот он получил потешку. Посмотрел, что он может заплатить там тысячу гривен. Заплатил тысячу гривен и дальше ждет. А по законодательству и технически, там в старых домах, мы не имеем права отключать от тепловой энергии. Люди не платят, потому что ждут перерасчета. Как жильцы этого дома. Нашумевшая история. Месяц назад Ольге пришла платежка. 7 900 за квартиру, 88 квадратов. Месяц продолжались переписки с поставщиком тепла и шли собрания жильцов. И вот на днях в их доме появилась комиссия. Оказалось, что люди платили за отопление неучтенных подвалов и мансарды. Это взагаля признание того, что действительно было надмирное нарахование. Это уже маленькая перемога. Но остаточную перемогу мы получим, когда лечительник будет установлен на нашем доме. Я не хочу платить за обогрев асфальта в своем дворе. Поставщики тепла сетуют. В каждом доме не проведешь измерения. А после ликвидации ЖЭКов на домовые пристройки обращать внимание некому. И теперь решение коммунальных проблем в руках самих жильцов. А вот как тарифы устанавливают? Тайну их формирования рассказать сложно. Вроде и есть специальная формула, но у каждого теплоэнерго своя арифметика. Судя по средним показателям платежек, самое дешевое тепло в Днепре. А самое дорогое в Кривом Роге. А вот в Закарпатье вообще нет центрального отопления. С 2011 года вся область на автономном. Но и это не спасло от теплового удара. Виктория газовый котел в квартире поставила 12 лет назад. Было выгодно. Теперь нет. Эта зима в Закарпатье выдалась суровой. Газа уходило много, говорит Виктория. Хотя батареи были еле теплыми. На данный момент в Закарпатье люди задолжали за отопление почти полтора миллиарда гривен. А ведь и эта цена на газ не окончательная. На днях Кабмин утвердил порядок пересмотра розничных цен на газ для населения. И теперь, если стоимость импортируемого топлива увеличится за полугодие более чем на 10%, правительство будет вправе каждую полгода пересматривать цены. Это такая схема, как и Роттердам плюс, только Роттердам в уголе и в электроэнергии, а это в газу. Зобовязали НАК «Нафтогаз» и «Укргазовое добывание» и свою цену изменять. Эта цена внутреннеукраинская может также расти чем-то за ценой в Немеччине. А уже с 1 марта в пятый раз подорожает электроэнергия. Параллельно с этим Генпрокуратура займется расследованием деятельности Нацкомиссии по регулированию энергетики Украины, которая контролирует тарифы. Первыми проверят Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую области. Именно там подозревают, тарифы завышены. Но снизятся ли расценки после проверки ГПУ – большой вопрос. Павлина Василенко, Марина Коваль. Подробности недели – телеканал Интер.